Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Большая вода грядет. Какие районы в Самарской области окажутся в зоне риска? Слетели с катушек. Самарские лифты стали жертвами похитителей цветмета. Квартирный ответ для молодой птичьей семьи. В Самаре подвели итоги конкурса на лучший скворечник. Чтобы не было мучительно больно, оттепель заставила коммунальщиков взяться за самарские крыши. Откровенный диалог о проблемах. Губернатор встретился с представителями Общероссийского народного фронта. Квартира в Самарской области одни из самых недорогих в Приворском федеральном округе. Снизить стоимость квадратного метра помогло участие региона в федеральных программах. О доступности жилья и поддержке молодых семей говорили на первом рабочем совещании губернатор и активисты Общероссийского народного фронта. Сегодня в регионе движение насчитывает около 400 участников. Марина Кравцова узнала, что предлагает Народный фронт. Инициативы молодежи не остаются без внимания. Одна из них – помогать в благоустройстве Самары. Студенты даже готовы соревноваться, чей участок будет лучшим. Предложение молодых людей озвучил ректор Самарского университета Евгений Шахматов на встрече активистов рекотделения Общероссийского народного фронта с губернатором. Ребята готовы создавать студенческие отряды по наведению порядка на тех территориях, которые за нами закреплены. Они будут делать все, чтобы территория была самой лучшей и все другие. На встрече обсудили актуальные вопросы. Это и доступность медицинской помощи в отдаленных районах и безопасность детских площадок. Среди предложений общественного движения повысить эффективность работы с обращениями жителей и усовершенствовать процесс общественных слушаний. Те слушания, которые у нас прошли уже в этом году по реновации так называемых пяти кварталов, которые будут, собственно говоря, основной принимающей зоной болельщиков, у нас прошли без нареканий, у нас прошли на очень высоком уровне. Качество и доступность жилья в регионе тоже в центре внимания. Самарская область получает самые большие по сравнению с другими регионами субсидии из федеральной казны по программе «Жилье для российской семьи». Существенно снизилась цена квадратного метра, почти самая низкая в ПФО. Особое внимание в регионе – поддержки молодых и многодетных семей. Это главный завтрашний день, положение в будущее, – это главное вложение в человека, в ребенка, чтобы вырос здоровым, образованным. Да, было все сделано для того, чтобы переломить, что касается рождаемости материнского капитала, программы, жилье для молодых семей, ну и так далее, и так далее. И если сейчас вовремя эту категорию снова чуть-чуть не поддержать, дополнительно, мы можем этот тренд уйдет вниз. Крайне важно, чтобы во всех процессах, происходящих в регионе, участвовали общественные организации, отметил губернатор. А сотрудничество власти с ОНФ становится все плотнее и эффективней. На сегодняшний день мы все больше и больше участвуем в региональных проектах, которые реализуются на территории Самарской области. По итогам 2016 года мы направили в ваш адрес, Николай Иванович, наши общественные предложения, их 26. И надо с удовлетворением отметить, что большинство из них либо выполнено, либо находится в здании выполнения. В этом формате встреча губернатора Самарской области и активистов ОНФ прошла впервые, но в будущем такие рабочие совещания должны стать регулярными. И ни одно предложение активистов не останется без внимания властей. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Когда в регионе ждать паводка станет известно только в середине марта, но готовиться устранять его последствия начали уже сейчас. На реке Татьянка прошли учения спасателей и сотрудников МЧС. Отрабатывали навыки спасения людей, строительства полотен и разрушения льда. Готовы ли службы бороться с половодием, узнала Алина Чемберес. Пробурить отверстие, поместить туда взрывчатку – подрывная служба работает слаженно. Такими жесткими методами спасатели борются со льдом. На учениях только отрабатывают технику, взрывать ничего не будут. Когда начнется паводок, их навыки могут пригодиться на реках Чапаевка и Большой Кенель. Данный метод очень эффективен, помогает достичь быстрого спада уровня воды в населенном пункте, затопленной территории, обеспечивая уход в талых вод. Как правило, город затапливается не в самом городе, а где-то на подходе к городу. И, соответственно, на подходе к городу устраиваются данные мероприятия. В учениях участвуют все службы. Одни отрабатывают навыки спасения людей из воды, другие производят так называемое чернение льда. Посыпают его залой или грунтом, чтобы под действием солнечных лучей он быстрее растаял. Когда стихии бушуют, на помощь приходят и мешки с песком. Из них спасатели строят дамбы. Плотины возводят по береговой линии, чтобы вода с рек не попала в населенный пункт. Не так давно, при затоплении в Яблоневом овраге, строили как раз такую плотину. Но тогда использовали не только мешки с песком, а все, что могло создать препятствие для воды. 200 человек личного состава, полсотни спецмашин, на вооружении у спасателей вся необходимая современная техника. По данным сотрудников МЧС, паводок в регионе начинается с южных районов. Сначала вскрываются малые реки, потом Волга. Когда ждать половодия в этом году, пока не ясно. Точные прогнозы станут известны только в середине марта. Вся информация будет стекаться в оперативный штаб. Связь установлена со всеми муниципалитетами. При необходимости там, где возникнут нештатные ситуации, будут развернуты лагеря спасателей. Начальник регионального управления МЧС высоко оценил готовность всех служб. Мы готовы к любому развитию ситуации. Мы готовы своевременно людей оповестить, если будет где складываться какая-то нештатная ситуация. Ну и, конечно же, прийти на помощь. Свою работу будем именно ставить на предупреждение, на своевременное информирование. В борьбе с паводком спасателям может помочь погода. Если весна будет долгой, днем все время будет плюсовая температура, а ночью минусовая, половодие на малых реках пройдет практически незаметно. Что касается Волги, все водохранилища активно готовят к приему паводковых вод. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. В Самаре активизировались похитители лифтового оборудования. Сразу в четырех районах города злоумышленники сняли с подъемников катушки. В общей сложности в нерабочем состоянии остались 11 лифтов в домах железнодорожного, Ленинского, Промышленного и Советского районов. Стоимость одной катушки более 7 тысяч рублей. Их похищают охотники за цветным металлом. Заявление о кражах подано. Делом занимается полиция. На еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства руководителям управляющих компаний поручено поставить жителей в известность. Население расклеивать объявления. Население надо предупреждать о том, что если какие-то шумы, значит, чтобы сигнализировали сразу полицию. В Самаре вновь орудуют и хвойные вандалы. На второй очереди набережной неизвестной спириле 15-метровую ель, нанеся городу миллионный ущерб. Впрочем, такие случаи мародерства скорее исключение, чем правило. И среди горожан немало тех, кто готов даже за собственный счет высаживать деревья. В чем убедился Андрей Горгуленко. В масштабе всей набережной на первый взгляд потери ели не так существенно. Но ее незаконный спил нанес зеленому фонду города ущерб в 2,5 миллиона рублей. Атаке вандалов подверглась особая ель. Диаметр ее ствола был 30 сантиметров. Ее возраст несколько десятков лет. Ель была старожилом Самарской набережной. Конечно, снос такого возрастного дерева, ценной породы хвойной, тем более в зоне отдыха городской, как набережная, конечно, является вопиющим фактом. Потому что таких деревьев достаточно мало в городе. И тем более хвойных пород их необходимо сохранять и беречь. И этот факт, кроме как возмущения, ничего вызывать не может. По данному факту заявление было сразу же передано в правоохранительные органы. Это не первый случай хвойного вандализма в Самаре. Осенью неизвестные срезали туи на Южном шоссе. А всего за 16-й год было 22 обращения в департамент городского хозяйства о незаконном спиле деревьев. Я хочу призвать всех народных контролеров, общественников, если вы видите, такие безобразия творятся на наших улицах, давайте будем их четко пресекать. Но есть в Самаре не только вандалы. Совет жителей в промышленном районе каждый год не только сажает деревья, но и круглый год за ними ухаживает. Саженцы покупают и на свои деньги, и получают в администрации. Ежегодно в микрорайоне появляется несколько десятков новых берез, каштанов и елей. Я думаю, что эту инициативу жителей нужно поддержать не только нашему району, но и всем горожанам, так как это очень улучшает экологию города. Ну и просто красиво и приятно самим. Председатель Наталья Хаткевич надеется, что их пример станет в хорошем смысле заразительным, потому что таких советов активных жителей по поручению губернатора сейчас в городе становится все больше. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков, События. По прогнозам синоптиков, плюсовая температура в Самаре продержится до конца недели, поэтому сейчас особое внимание о чистке кровель от снега и наледи. Как идут работы во дворах, увидела наша съемочная группа. Со снегом и наледью на крыше рабочие справляются в считанные минуты. Плюсовая температура в городе держится уже несколько дней, поэтому кровли нужно очистить до того, как на них образуются большие сосульки. На улице Скляренко коммунальщики работают оперативно. После того, как рабочие очистили крыши, весь снег и лед сразу вывозят. Находить самые опасные участки помогают жители. Старшие по дому нам очень помогают. У нас есть колл-центр, куда делаются заявки. Заявки оперативно обрабатываются. Сразу создаются бригады, и мы приступаем к очистке кровель. На еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии управляющим компаниям города поручено убирать снег с крыш в усиленном режиме. Не убранные вовремя сосульки могут стать реальной угрозой для горожан. Здесь не только управляющие компании. Мобилизовать надо на эту работу всех в буквальном смысле. Административная комиссия, жилищный контроль. Ресурсоснабжающей организации тоже касается вопроса. Максимально отрабатываем эту тему. Я попрошу АГАТИ к этому вопросу тоже подключайтесь. Есть нарушения. Составляем акты. Передаем административную комиссию. Всего за сутки на очистке крыш в городе задействовали больше ста бригад. Очистили больше трехсот кровель. Лариса Шлафаста, Марианна Мирная, Станислав Левин, Максим Гусев. События. Жизнь в исторической части Самары, притом с комфортом. Гордыми обсудили проект застройки «Пять кварталов». Преобразование планируется начать с участка между улицами Садово и Льва Толстого, Самарское и Красноармейское. Как изменится старая Самара, узнала Марина Матвейшина. Большинство домов здесь уже расселены и готовятся под снос. Останутся только памятники истории и архитектуры. Территорию готовят под застройку. По проекту с названием «Пять кварталов» здесь предполагается модернизировать инженерную структуру, реставрировать 39 памятников, построить новое жилье комфорт-класса и придать территории красивый вид. За последние полвека эта территория значительно потеряла свое население. Тоже практически 50%. Задача не только вернуть городу эту территорию, но и насытить ее функционально, придав туда функции деловые, социальные, в том числе и разместить там услуги органов исполнительной власти. Сегодня пять кварталов обсуждают в городской думе. Такой масштабный проект и в плане площади и в плане финансов разработан в Самаре впервые. Только на замену инженерных сетей разработчики заложили несколько миллиардов рублей. Все за счет застройщика и инвесторов. Депутаты вместе с экспертами разбирают проект буквально по косточкам. Сюрпризов быть не должно. «С точки зрения архитектурных фасадов, здесь достаточно интересные, на мой взгляд, решения. Этажность здесь достаточно допустимая. Архитектура здесь должна быть не кричащая, современная. Она должна быть вписана максимально в историческую застройку». Сохранить дух старой Самары и реставрировать памятники архитектуры – это важно, уверены народные избранники. Но настаивают подойти к этому вопросу и с точки зрения удобства для жизни. «Живем в 21 веке и прекрасно понимаем, что дома, которые были построены, или постройки, которые были возведены в конце 18 века, в начале 19 века, там применялся материал, который достаточно хрупкий, дерево. И вот сегодня надо подойти с разных сторон. То есть и сохранить объекты культурного наследия, и все-таки сделать проживание тех людей, которые пользуются этими помещениями, современным, комфортным и отвечающим требованиям времени». Архитекторы, представители администрации, депутаты и общественники сошлись во мнении – реновация территории нужна. Через 7-10 лет на этом месте может появиться новый городской микрорайон, пропитанный духом старой Самары. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин, События. В Самарской области утверждена средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья. Сколько она составит в первом квартале 2017 года, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть сегодня дорожает и преодолел отметку в 56 долларов за баррель. Валюта недолго росла. Банк России снизил курс евро до 61 рубля 20 копеек. Доллар подешевел до 57 рублей 85 копеек. Золото стоит 2307 рублей, серебро – 33 рубля 63 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 58 рублей 30 копеек, дороже всего продать за 57 рублей 71 копейку. В России появились дешевые авиабилеты на конкретную дату для пассажиров, не привязанных к точному времени вылета. Его пассажиры узнают за день до отправки. Новый тариф уже действует на направлениях из Москвы в Тюмень и Ростов-на-Дону. Министерство финансов страны ищет способ борьбы с теневой экономикой и планирует вводить ограничения на использование наличных денег в стране. А в Самарской области утвердили среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья. Теперь она составляет 34 283 рубля. Это на 137 рублей больше, чем в прошлом году. На этом все. Удачи в делах! Далее коротко о других событиях дня. В Самаре на улице Омская сгорел приют для животных вместе с питомцами. Он располагался в частном доме. Хозяйки приюта в это время там не было. Она уехала за кормом. Причина пожара сейчас выясняется. Не исключено, что это был поджог. Есть свидетели, которые утверждают. Двое мужчин выбегали со двора в тот момент, когда там вспыхнул огонь. Погибли 36 кошек и 7 собак. В Тольятти спасли 65-летнюю женщину. Она получила удар током от стиральной машины. ЧП произошло в первом часу дня в одной из квартир по бульвару космонавтов. Пострадавшие вызвали скорую. Врачи сначала оказали помощь на месте, а затем увезли женщину в больницу. В Овском районе ограничили движение маршрута номер 141. Теперь автобусы не будут заезжать на территорию микрорайона Южный город. Они будут двигаться до границы поселка и в обратном направлении. Это связано с тем, что ГИБДД не согласовало схему движения. Сейчас проблема решается. Отмена автобусного маршрута вынудит жителей второй очереди Южного города добираться до нужной остановки по краю проезжей части. Масленица семь дней гуляет. В Самаре начались праздничные народные гуляния. Теперь, как и в поговорке, зиму провожают всю неделю. Администрация города приготовила для самарцев настоящую сказку. На площади Куйбышева гостей ждет масса интересных занятий. Даже встреча с Дедом Морозом. Сергей Ромашов побывал на празднике. Масленица пришла! Отворяй борота! Заходите, проходите, проходите! За воротами у печи Емеля танцевал, да гостей созывал. В миру это студент Алексей Панфилов. Если в сказке Емеля ленив, то Алексей ради улыбок и хорошего настроения самарцев готов на многое. Сегодня пришел развлекать горожан после учебы. Роль сказочного персонажа он примерил на себя впервые. Сижу на печи, спрашиваю детей, какие виды транспортов они знают. Ну и потом провожу к печке, печка загадывает загадки. Самое главное в душе солнца. Зима заканчивается и изнутри начинает греть. Гостей ждут и другие сказочные персонажи на различных площадках. А в усадьбе Деда Мороза с самарцами прощается сам бородатый хозяин зимы и его внучка Снегурочка. Занятий на площади Куйбышева в маслочную неделю много. Народные забавы, мастер-классы, концертные площадки. Свои товары на ярмарке «Город мастеров» представляют около 100 ремесленников. Самарцы уже потянулись на площадь Куйбышева за хорошим настроением. Среди гуляющих есть и иностранцы. Нам отлично, нам очень нравится. Не знаю, мы только вот сейчас пришли, у меня муж из Испании. Мы вот приехали, как бы, не знаю, посмотреть культуру русскую. А на всю эту красоту с улыбкой смотрит нарядная маслена. Даже ей приходится соответствовать моде на высоких девушек. Ее рост 21 метр. А прямо за масленой разместился 4-метровый надувной самовар. Такой масштабной масленицы город еще не видел. В прежние годы как-то так получалось, что мы празднули все-таки в один день. Это было воскресенье. Поэтому здесь, на площади Куйбышева, каждый день, начиная с понедельника, с 20-го числа, мы ждем ребят и их родителей на творческую программу «Самарская масленица». В рабочие дни гостей ждут на площади с 4-х до 8-ми вечера, а в выходные и праздничные дни с 12-ти. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаю колдовать! Масленицы – праздник не только вкусный, но и волшебный. Здесь нашлось место даже для русских народных сказок. Вот и мы решили присоединиться к этому волшебству. А у самарцев для этого есть еще целая неделя. Сергей Ромашов, Григорий Плешаков. События. Встречать весну в новом доме. Такая завидная судьба выпала пернатом. В Самаре подвели итоги конкурса скворечников. Домики для птиц строили ученики всех школ города. Лучшей работы вышли в финал. Кто победил и когда новые скворечники украсит парки и скверы, знает Алина Чемерес. Редко кто может похвастаться таким большим выбором жилплощади. В финале конкурса скворечников – 36 домиков для молодой птичьей семьи. Каждый внимательно рассматривает комиссия. Члены жюри признают – сделать выбор очень сложно. Эстетическое удовольствие огромное, потому что такого разнообразия скворечников мы не видели уже очень давно. Я считаю, что дети и педагоги с родителями вместе потрудились очень хорошо, создавая такие шедевры. Творчества в этом году очень много и разнообразнее по сравнению с прошлым годом. Сколько птичьих домиков сделано, всего теперь и не сосчитать. Участие в конкурсе приняли ученики всех самарских школ. Свои работы несли в пункты приема в районах. Оттуда по четыре лучших скворечника отправились на финальный этап. Этот конкурс в Самаре проходит уже в пятый раз. Основные его задачи – совместный труд в семье или в школе и экологическое воспитание ребенка. Учителя в школе, родители дома, перед тем, как сделать скворечник, они рассказывают своему ребенку, что же это такой скворечник и для чего же он делается. Ну и потом, конечно, это совместный труд в семье, потому что мы понимаем все прекрасно, что семилетний ребенок самостоятельно такой скворечник сделать не может. Он делает его вместе со своим или педагогом, или в семье с мамой и папой. Скворец, говорят организаторы, птица привередливая и творческих порывов не понимает. В яркий разукрашенный домик не заселится, насыщенные цвета его отпугивают. Такие скворечники – скорее украшение. Задача комиссии – выбрать лучшие работы в двух номинациях. Пригодный вариант для жилья птиц и приз зрительских симпатий. Знакомьтесь, победители! Этот скворечник получил приз зрительских симпатий. В год экологии – внимание природным материалам. Сделан он из дерева, крыша выложена камнями и травой. А вот этот красавец стал лучшим в номинации «Стандарт». Размер соответствует доски внутри, не обработаны, нет щелей, а значит в нем не будет лишнего света и ветра. В таком домике птицы точно поселятся. Работы финалистов будут представлены на выставке на площади Куйбышева 26 февраля, во время празднования Масленицы. Затем птичьи домики отдадут их создателям, чтобы те повесили скворечники в парках и скверах города. На этом помощь пернатам не ограничится. В преддверии Дня птиц, который пройдет 1 апреля, планируется провести конкурс кормушек. Алина Чемерес, Константин Головин, События. Подарки за своевременную оплату электроэнергии получили сегодня 27 самарцев и один тольятинец. Самарский филиал компании «Энергосбыт плюс» подвел итоги акции в Новый год без долгов. Ответственных потребителей наградили подарочными картами магазина бытовой техники. Своевременно оплачивать коммунальные платежи. Этого достаточно для того, чтобы участвовать в ежегодной акции компании «Энергосбыт плюс». На этот раз за призы от энергетиков боролись 10,5 тысяч жителей Самарской области. Как все пенсионеры, в первую очередь оплачиваем коммуналку. И все. Принцип не копить долги. Не копить долги, чтобы детям не достались наши долги. Весь принцип. Акция «В Новый год без долгов» уже стала традиционной и прошла в 14 регионах страны, где работает компания «Т плюс». Эффект очевиден – 17 миллионов рублей авансовых платежей от клиентов компании. Каждый рубль идет на обеспечение надежной и качественной услуги теплоснабжения для жителей региона. Самая главная мотивация для наших клиентов – это обеспечение качественной поставки тепловой энергии и горячей воды. Мы понимаем прекрасно, что если мы будем именно таким образом относиться к нашим клиентам, что обеспечивать им поставку качественной услуги, то тогда мы со своей стороны можем с полной ответственностью требовать исполнения с их стороны обязательства по оплате этой услуги. Не стали победителем на этот раз? Не расстраивайтесь. Узнать о различных акциях энергокомпании вы можете либо на сайте организации, либо в службе «Единого окна», либо в новом офисе компании, который в марте 2017 года начнет свою работу. По адресу улица Демократическая, 37. Мариана Мирная, Максим Гусев. События. Адреналин и Кристалл. Команды с такими названиями выиграли открытое первенство области по керлингу. С экзотическим для нашего города видом спорта познакомился Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Ирина Беспризорного год назад отбросила коньки и взялась за камни, не раздумывая. Со спортивным азартом она смотрела по телевизору международное соревнование по керлингу и втайне мечтала стать олимпийской чемпионкой в этом виде спорта. Сегодня Ирина уверенно движется к заветной цели, успешно выступает на областных соревнованиях и упорно тренируется трижды в неделю. Отрабатывали равновесие, броски и тейки. Очень интересно. Поначалу было трудно, но сейчас привыкаешь. За счет настроя и уверенности в себе. Первое первенство Самарской области по керлингу собрало на льду команды не только нашего региона. За места на пьедестале почета камни до дома бросали еще гости из Казани, Ижевской и Уфы. Сборная 63-го региона выставила 4 команды девушек и 5 юношей. В каждой этой группе есть свои фавориты, которые также будут представлять Самарскую область как на Спартехиаде учащихся, так и на первенстве России. Мы стараемся выравнивать команды, менять состав, менять вице-скипов, чтобы были команды равноценные. Казанский клуб «Стрела» в Самару на турнир по керлингу привез две женские команды до 12 и 15 лет. Цель одна – победить. Однако сделать это оказалось сложно. Самарские спортсмены не дали им ни единого шанса. Ведь бросание камней в дом, по мнению тренеров, игра высокоинтеллектуальная. Самыми меткими и хитрыми участниками первенства Самарской области по керлингу оказались самарские команды. У юношей «Кристалл», у девушек «Адреналин». Чемпионы в марте поедут на первенство страны, а проигравших ждет новая дисциплина в керлинге «Дабл Микст», где на старт выйдут пары – парень-девушка. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам! Увидимся!